Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Plants vs Zombies 2. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если вам эта игра нравится. О, кстати говоря, спайкрук. И выходите больше её у меня на канале, я, соответственно, буду к этому присматриваться. Сегодня у меня в планах закончить, наконец-то, уровень с пиратами, наконец-то победить Замбоса на этом уровне и, наконец-то, приступить к... Ну, я не знаю, вряд ли мы будем открывать новый уровень, но самое главное... Блин, посмотрите, сколько у меня призов. Я тут вне, так сказать, видосов поиграл немножко на арене и смотрите, сколько всего получил. Нормально, нормально. Так, хорошо, значит, в чём прикол? Давайте сразу пойдём закупимся растениями бесплатными. Тут у нас с вами есть Daily Gift, как обычно. Что мы за него получим? О, кстати, прикольный орех, но он будет доступен только позже. Он умеет обновляться, если кто не знает, даже если его победят зомби. О, кстати говоря, это мы обязательно качнём, пипот прокачанный. Даже если орех уничтожит будет зомби, всё равно он потом сам восстановится автоматически. Итак, что у нас с вами здесь, друзья? Нам нужно с вами пройти раз, два, три, четыре и пять уровней. Ну, соответственно, четыре обычных и один босс. Давайте тогда время не будем тянуть. Погнали. Так, пять зомби за пять секунд и сделать как минимум три тысячи солнышек. В принципе, это очень несложно. Я думаю, что мы с вами справимся. Так, давайте раз, два, три. Давайте прям нормально так загрузимся здесь. Я так думаю, что нашими основными растениями... О, кстати говоря, надо качнуть пипот. Замечательно. Дамажит теперь в 25. Это очень-очень-очень хорошо. Давайте, наверное, ещё вот эту штучку поставим. Ну, и я думаю, что нормально. Угу. Поехали. Такс, значит, нам нужно три тысячи двести пятьдесят солнышек. В принципе, я реально думаю, что это небольшая сумма. И мы её вполне можем сами создать с помощью вот этих двойных солнышек. Так, этого пока не трогаем. Здесь пока ждём. Ждём новые солнышки. Давай, давай, давай. О, можно, кстати, вот так сделать. Если кто не знает, он будет скидывать... Да, вбок он скидывает вбок. И сюда за 50 тоже было бы здорово его поставить. Это просто дополнительно, так сказать... Я даже не знаю. Не то, чтобы мне это сильно нужно, но это работает прикольно, поэтому почему бы и нет. Конечно же, это будет уничтожено потом. Но зато у нас с вами, по крайней мере, по первой, есть чем защититься. Тем временем у нас уже почти полностью солнышки проставлены. Это просто замечательно. Нам остаётся последний поставить. Всё. Найс. И теперь уже делаем нормальную оборону. Я думаю, что вот сюда мы будем ставить. Давайте, наверное, сюда. Давайте при этом, наверное, ещё вот сюда. Сюда. Опа, защита нужна ещё будет вниз сейчас. Ага. Вот сюда. Прекрасно. Я думаю, на самом деле, что вообще и самостоятельно пенёк должен бы уничтожить его, по идее. Но, на всякий случай, мы поможем с помощью пипода. Он потихоньку будет помогать в том числе. Так. Сюда ставим. Ага. Нам нужен пипод сюда, чтобы он уже начинал дамажить. Потому что здесь одного-то скинет, а второй его сожрёт. Вот в этом, конечно, минус. Такс. Ставим сюда. И теперь у нас вся надежда на пиподы. Мы сейчас будем их просто заставлять. Здесь будет просто максимум количества пиподов. Я прям надеюсь, что это будет реально красиво выглядеть. Потому что чем их больше, тем, конечно же, больше дэмэдж. Всё. Мы уже пошли на вторую волну, если что. И это, конечно же, очень даже not bad. Такс. Продолжаем. Сделаем сначала по два на каждого. Потом уже будем делать по три на каждого. Блин. Вообще нормально, мне кажется. Будет красиво. Они очень быстро, на самом деле, восстанавливаются. То есть, видите. Прям очень-очень быстро. Поэтому мы уже идём на третью волну. Замечательно. Так. Продолжаем. Сначала по мостику работаем. А дальше посмотрим. Так, кстати говоря. Давайте сделаем вот так ещё. Вот так. Это вообще имба. Слушайте, мне очень нравится. Мне очень нравится, как пиподы работают. Потому что они действительно работают с помощью усиленных... Ну, усиленные этими пеньками. Они, короче, вообще просто безумно стреляют. Просто безумно. К сожалению, я даже не успел их усилить. Мы просто тупо прошли этот уровень. Пролетели, я бы даже сказал. Нормально, нормально. Неплохо. А, стоп. Ага. А, я не заработал 3000 солнышек, я так понимаю, да? Ребят, это полный бред. Потому что я мог просто вкинуть листочки. Я не обратил на это внимания. Давайте я сейчас быстро переиграю и вернусь к вам. Можно было просто вкинуть листочки в солнце. И мы бы с вами изи бы заработали. Сейчас вернусь. Ну, собственно, вот так вот. На самом деле это было реально супер изи. Я не знаю, почему я не обратил внимания в прошлый раз. Что нужно было чуть-чуть добавить листочков к солнышкам. Но если обратить на это внимание, то сразу же, конечно же, все становится максимально легко. По той же стратежечке я, собственно, изи выиграл этот уровень. Даже не вспотел, честно говоря. Так, хорошо. Со второй попыткой, конечно. Но я даже думаю, можно считать, что с первой. Просто меня что-то заглючило, не обратил я внимания. Нормально, сойдет. Так, смотрим, что мы за это получаем. Мы за это получаем плюс один слот к пакетам этих семян. Но я не очень понимаю, куда это пойдет. Let you choose another plant type. Хм. То есть это дает мне еще один, ну, типа, дополнительный слот, что ли? Разблокирует. Может, я, конечно, неправильно понял. Но давайте-ка посмотрим, что это нам с вами сейчас даст. Такс. Да, реально, вы посмотрите, сколько у меня теперь слотов. Просто безумное количество. Ну, может быть, это просто временно так. Я точно не уверен. Ага. И у нас с вами очень ограниченное количество солнышек на этот раз. Да, ребята, это может быть определенным родом проблема. Я, конечно, могу попытаться через вот эту комбу сыграть. В принципе, эта рабочая тема может и сработать. Но также может и не сработать. Поэтому давайте-ка я здесь закуплюсь по-разному. Вот этот вот бим хочу тоже взять. Не знаю. Поглядим, поглядим. Поэтому, если честно, я не уверен на всех случаях дракошу. Блин, ну тут уже просто за компанию. Ну, давайте я этого возьмем. Летс рок. Поехали. Первая самая задача – это поставить вот этих вот ребятушек. Я думаю, что они будут играть основную роль в защите. Далее. Блин, ну вот видите, в чем приехал? У нас остается с вами 1875. Я не уверен, что нам тут хватит вот этих вот чувачков. Я, конечно, могу их расставить. В принципе, я могу их даже усилить по большому счету. Даже по два поставить. В принципе. Вот так вот. И, допустим, поставить одного такого, одного такого. И поставить парочку бобов просто типа в темп. Ну вот как-то так. Ну, давайте посмотрим, сработает это или нет, друзья. В принципе, вроде бы как неплохая такая стратежечка. Но сейчас поглядим, будет ли она работать. У нас тут с вами вся фишка в том, что, ну, два пипода есть. В принципе, это реально, ну, как бы неплохая тема. Они неплохо дамажат, особенно усиленные. Кстати говоря, мы можем еще и пеньки сами усилить тоже. Это реально тоже может сработать. Я даже не знаю, правда, какие пеньки усилять. Я думаю, что вот те, где бобов нет, это, наверное, самый оптимальный варик. Давайте вот так их два усилим. Блин, потому что бобы хоть как-то они на самом деле дефают. Даже вот сейчас вот они спящие, конечно, блин. Нет, все равно, смотри, дефают неплохо. Вообще неплохо, нормально, нормально. Нет, слушайте, вообще нормально. Мы с такими довольно неплохими растениями этот уровень просто зачистили вообще без проблем. Посмотрите, как все четенько. Вообще ни одно растение не съедено даже. А боб один, они их все-таки съели. Ну ладно, не страшно. Бобы не так жалко. Главное, что в основном наша оборона полностью... Ага, во, видите, минусанули нам два пенька. Два пенька минусанули. Блин, это, кстати, уже проблемка. Я не особо хочу усилять, ну, использовать здесь усиление, если честно. Мне здесь хочется все-таки попробовать вот так выиграть. Блин, ребят, здесь очень жестко из-за того, что очень много пушек. Так, да, здесь есть, конечно, варик через вот так вот сделать, конечно. Вот, вот так вот, вот так вот. Все, минус пушки, и за счет этого мы изи выигрываем. Но на самом деле здесь, конечно же, ну, надо было бы думать, как мне уничтожать эти пушечки. Ну, в принципе, нам все-таки не просто так даны эти бонусы, правильно? Правильно, поэтому мы можем их себе иногда использовать. Почему бы и нет? Сразу погнали на следующий уровень, посмотрим, что у нас будет там. Блин, я даже не знаю, вот как бы мне без усилений было уничтожить эти пушки. Они довольно-таки мощно там простреливали. Ну, ладно, не так важно. Уничтожить 8 зомби за 10 секунд и не дать растоптать растения. О, вот это вот тяжко будет, ребята. Последняя линия, я уже вижу, что она будет тяжеловата. Угу. Ладно, сейчас будем думать, как нам это будет правильно реализовать. Я, если честно, пока что даже и не знаю. Давайте заморозочку возьмем. Так, ну и в принципе, наверное, все. Ну, давайте пушку на всякий случай. А, боб можно взять. Вот так. Поехали. Да, я не очень понимаю, как нам придется блочить здесь, ребят. Вот здесь же, ну, сразу есть чувак, который вот этот залетает на канате. Он просто сразу же растопчет эти растения. Цветочки. Блин, я не знаю. Надо будет сейчас думать, как это сделать. Потому что пока что я без понятия. Ну, ладно, подумаем. Подумаем. Может быть, просто сделать здесь жесткое усиление с помощью пиподов тех же, с помощью яблочек, как вариант. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока что у меня, если честно, мысли особо на этот счет нет. Но я думаю, что буду просто делать очень жесткую линию атаки на этой линии. Так, окей. У нас с вами все очень хорошо по солнышкам. В принципе, нормально по обороне. Сейчас я проставлю здесь по-быстрому. Ага. Все ок, все ок, все ок, все ок, все ок. Все, солнышки у нас с вами готовы. Замечательно. Так, ну что, я думаю, что нам надо сразу же выставлять оборону сюда, ребят. Пока что я подзабью на эти линии. Надо все-таки сразу выставлять сюда. Потому что я очень боюсь, что здесь кто-то прилетит и сразу нам... Такс. Вот это надо тоже обращать внимание. Что-то я опрометчиво, так сказать, немножко поступил. Все, давай. Можешь его размораживать. Мне уже не жалко. Так, давайте сюда еще одного, наверное. Я думаю, что здесь пока подморозим чуть-чуть. Поставлю еще одного сюда. И, наверное, поставлю еще одного сюда. Все, пока что хватит. Теперь давайте по другим линиям тоже сосредоточимся. А то у нас с вами вот... О! А-а-а! Вот что будет, да? Слушайте, отлично. Мы с вами вообще все правильно сделали. Просто идеально. Шикардос. Все, теперь просто делаем оборону по остальным линиям. Я думаю, что здесь все тоже у нас с вами будет четенько. Так, делаем пиподы сюда ставим. И потихоньку их усиляем. Эта линия у нас офигенски с вами усилена. Поэтому, в принципе, мы пока на ее счет можем тупо расслабиться. И сосредоточиться на этих линиях остальных. Так, главное оставлять себе всегда немножечко денег на замену пенька. Потому что, видите, если минус пенек, то это... А, все что ли? Изи. Ну, самое главное, да, это было усилить эту нижнюю линию. Потому что без нее, ну, мы бы реально здесь проблемы могли бы быть. Нормально. Нормально. Мы с вами неплохо затащили. Получили пеньятку. Получили усиление кокосовой пухи. Еще получили усиление масляной кукурузки. Но она мне вообще-то не нужна. Я ее не использую. Так, вроде бы предпоследний уровень, друзья, перед боссом. Давайте. Давайте посмотрим. Вообще все больше и больше глючит нашу эту ромашечку. Так, нам надо, чтобы выжили вот эти растения. То есть нам надо делать усиление именно этих растений, именно этих линий. Давайте же посмотрим, что мы можем сделать, чтобы их защитить. Пиподы также беру. Блин, ну защитить их по-другому больше никак нельзя, наверное, будет. Поэтому давайте... Давайте, кстати, вот это тоже усилим. Я ее пока вряд ли буду использовать. Но просто, чтобы... Дэмэдж уже 30. Это жестко. Это жестко. Поехали. Давайте смотреть, что же нам здесь предстоит с вами. Сразу ускоряем. Блин, ну я думаю, что здесь по той же страте нам надо просто теперь усиливать не одну линию, а сразу три. Это, конечно же, жестко. Но других вариантов я тут реально, опять же, тупо не вижу. Нам надо просто ее усиливать по максимуму. С помощью пиподов и с помощью яблочек. Скорее всего, план будет примерно такой. Пока что сюда вкидываем. Пока что вкидываем сюда. Я думаю, что на самом деле яблочко можно будет первым даже поставить. Потому что он будет сразу по три линии работать. Давай сюда. Давай сюда. В принципе, давайте поставим пока что сюда вот эту штучку. И, наверное, поставим сразу яблочко сюда. Найс. Все, полетели первые чуваки. Первые чуваки уже летят, друзья. И нам надо срочно делать на них атаку. Так, успеваем. Нет? Найс. Прекрасно. Прекрасно отработано. Все здорово. Так, мне нужно срочно еще один этот. Блин. Это not good. Not good. Не очень хорошо. Успевает его загасить? Ну, я думаю, что успевает. Скорее всего. О, блин, здесь еще тоже проблема. Ай, блин. Ну, давай, успей, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Блин, ну, что ж такое? Ты не обратил я внимания, что там снизу летит. И что, не успеет загасить? Угу. Да. Ладно, давайте дадим одну возможность. У нас с вами есть варик один раз пропустить. Блин, ну, это, конечно, бред. Случайно так получилось абсолютно. Я боюсь, что здесь уже будет проблематично. Действительно, потому что... Так, давайте так. Ага, и этот уже спит. Не успел. Да, ребят, это тоже непростой уровень. Надо быть готовым к тому, чтобы защищать эти растения. Я сейчас вернусь. Ууу, что-то я, если честно, увлекся вне записи. Ну, короче, вы поняли смысл, друзья. Опять же, я усилил вот эти три линии. Полностью их, ну, прям угорел по пиподам. Ну, в общем-то, вроде все нормально. Как видите, по стоимости, ну, по монетам у меня все так же. Соответственно, усиления я никакие не использовал. Тупо усилял вот эти три линии через пиподы и через яблочки. Непростой уровень, на самом деле. Нужно вот реально прям сосредоточиться на этих трех линиях. Ну, в принципе, в остальном все нормально. Мы получаем с вами черри-бомбу. Это прекрасное взрывное устройство. Ну, и идем, друзья, сражаться с главным пиратом всех времен. Поехали! Главный босс пиратского уровня. Надеюсь, что мы с ним справимся. Не забывайте поддержать лайком, чтобы у нас точно все с вами получилось. Доктор Зомбосс. Поехали. Зомбот. Да-да-да. Все понятно. Кто же... Как же он будет выглядеть? Вот в чем вопрос. Так, и мне будут... Ага, это... А, нет, они летающие. Это трансформер, пиратский корабль, глаз, со зомби на штыке каком-то. А, да, звучит вполне логично. Ничего неожиданного. Да, абсолютно все нормально. Я думаю, что основной дэмэдж мы будем вносить именно с кокосовых пушек. Поэтому давайте сразу их готовить и сразу из них стрелять. Так, нормалек. Сюда тоже ставим. Сюда ставим. Ну, сразу можно... Я сюда не могу, да? Не, сюда не могу. Давайте так сделаем, чтобы немножко себе упростить ситуэйшн. Стреляем отсюда. Хорошо. Стреляем отсюда. Сразу минусим некоторых зомбаков. Тоже нормально. Сюда ставим шипы. Сюда ставим это. В принципе, все вроде бы более-менее ок. Сюда стреляем. Не, нормально, с кокосовой пушки. Я думаю, что мы быстро его закасим. Вообще без проблем. Так, сюда ставим. Давайте еще один выстрел. Вот так. Замечательно. Сюда стреляем. Сюда стреляем. Надо тоже периодически зачищать, так сказать. Чтобы у нас с вами все нормально было. Блин, надо немножко оставлять место для черри-бомб. Потому что, видите, там это тоже влияет. Такс. Ай, блин, не успел. Я немножко подтупил. Быстро слишком поздно. Ничего, нормально. Минусим раз. Ага, это мимо. А, знаете что? Давайте, наверное, вот так сделаем. Как он угадал, блин? Вот гаденыш. Ладно, мы все равно его очень неплохо продамажили. Давайте ставить шипы. Кстати говоря, сюда тоже шипы ставятся. Вполне себе отличное местечко. Черри-бомбу я могу сюда поставить? Во, давайте посмотрим. Найс, найс. Not bad, not bad. Такс. Давайте эти тоже проставим сюда. Я думаю, что можно вот так сделать здесь. Блин, опять он ускакивает. Ее, нормально. Все равно мы попали. Шикардос. Давай еще разок. Хорош. Полетел. Еще разок. Хорош. Нормально. Мы очень много. Блин, я не туда нажал. А, не, не нажал. Все нормально, не прожалось. Давай еще тогда выстрел сюда. И вот сюда. Блин, мы просто взрывами его уничтожаем. Реально, мы просто уничтожаем его взрывами. Вообще без проблем. Так, я теперь жду, когда он спустится вниз. У меня просто здесь три пушки стоят, ждут как бы подходящего момента. Так, давайте сюда. Ну, давай хоть что-то будем тогда взрывать. Я не понимаю, почему он сверху постоянно тусуется. Мне реально нужно, чтобы он выпал вниз немножко. Такс. Взрыв. Шикардосик. Взрыв. Нормалек. Блин, ну я не знаю. Ладно, давайте усилим здесь тогда выстрел. Потому что что-то он вообще вниз не идет. Я не понимаю, почему. О, полетел, полетел. Но все равно нормально мы попали. Шикардос. Давайте сюда поставим. Но это не так важно на самом деле. Все равно это не считается по большому счету. Давайте еще один усиленный выстрел. Кайф. И последний усиленный выстрел. Блин, я вообще не понимал. Он всю половину игры, вторую, не спускался вниз. Это очень странно. Все. Я готов. Не, ребят, вообще изичный босс в этот раз. Вообще без проблем мы его сгасили. Тем более, что с помощью взрывов это делается вообще без каких-либо проблем. И мы получаем золотую статуэтку зомби-пирата. И победа, друзья, победа. Но, конечно же, зомбосс так просто не сдается. И он отправляется в следующую эпоху, чтобы противостоять нам уже так. Ну что, друзья, я думаю, что на этом я буду потихонечку заканчивать. Если вам понравилось видео и понравилось приключение с зомбоссом, обязательно ставьте лайк. Чтобы следующее приключение не заставило себя ждать. Это вы увидите уже в следующей серии. С вами же был Ченаски. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok